Сегодня праздник Благовещения. Православные в этот день помогают нуждающимся и навещают пожилых людей. В Черкасской области в этот день решили поддержать еще и тех, кто ежедневно творит добрые дела для одиноких пенсионеров. Речь о соцработниках. Обо всем подробнее расскажут наши корреспонденты. Даже в праздник Благовещения соцработник Людмила Душко спешит к подопечным. И в будние дни и выходные она всегда на ногах. За ней закреплены более десятка пенсионеров. В основном это одинокие больные старики. Людмила измеряет давление одной из пенсионерок. Подопечным соцработники села Леськи ездят либо на стареньких велосипедах, либо ходят пешком. Село большое и за день наматывают не один километр, рассказывает Людмила. И за леками ходим, и прибрать, и попелососить, и помыть, и выгребать. И надо до всего руки прикласти. До всего. Пешки никак не набегается. Но с сегодняшнего дня соцработники Лесик уже на колесах. Это новенькие велосипеды. Им купили к празднику Пасхи за деньги областного бюджета. В выделении средств посодействовали два депутата от Абулсовета Анатолий Коверский и Верховной Рады Сергей Рудык. В Благовещении нардеп и сам приобщается к соцработникам. Уже несколько лет накануне Пасхи он лично развозит подарки и медикаменты нуждающимся. Первый в списке бывший сельский глава Дубиевки. Уже полтора года мужчина полностью парализован и нуждается в помощи. В нардеп планируют с подобными визитами объездить сегодня несколько сел Черкасской области. Говорит, график плотный, но справляется. А чтобы помощь не была приурочена только к праздникам, благотворительный фонд Сергея Рудыка, совместно с общественниками создал в соцсетях электронную платформу «Поддержи ближнего». Благодаря этому ресурсу благотворители Черкасской области теперь отслеживают и обеспечивают всем необходимым нуждающихся. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Черкасская область.